Добрый вечер, в студии Катерина Романова, и это программа «Жажда жизни». Начну я эту программу сегодня с одной цитаты. «Я дитя перестройки, родилась в Литве, точнее, в Литовской СССР. И даже не была октябрёнком, мне 30. И я никогда не жила в стране, которой здесь и сейчас можно было гордиться. Я росла в стране, которая учила быть благодарным за победу в Великой Отечественной войне, за удержание блокады, за космос, за нашу историю и наше наследие. «Быть благодарной я умею, но я не помню за свою жизнь ни одного события, такого, как сейчас, когда мы неоспоримо первые. Я, конечно же, гордилась тем, что я русская. Гордилась, не зная этого чувства победы и объединения. Просто верила. А сегодня знаю, что мы великая страна, способная на многое. Спасибо всем, кто сделал это возможным». Это цитата из личной странички в Фейсбуке Надежды Четвёркиной. Надежда – волонтёр, а теперь и судья. Игорь в Сочи 2014. Здравствуйте, Надя. Здравствуйте, Катя. Наш рассказ сегодня пойдёт о такой метаморфозе Надежды, в которой она, пребывая в разных чувствах, разных эмоциях, в разных ипостасях, открывала для себя новую жажду, открывала для себя новую жизнь. И именно об этом мы будем говорить с Надей. Надь, как вы попали вообще в Сочи? С чего началась эта история? История началась с того, что это воля случая. Как обычно. Как обычно, да. Это в каком году было? Это было в 2009 году. Мне предложили подработку на Кубке России по горным лыжам. И в тот момент я даже не стояла на горных лыжах. Я каталась на сноуборде. И, собственно, моя подруга сказала, хочешь? Я говорю, а что делать? Она говорит, ну, ты с этим справишься заодно и узнаешь, как это всё устроено. Это был 2009 год. Я познакомилась с командой людей, которым был небезразличен горнолыжный спорт. И они без какой-либо финансовой поддержки, они очень болели за развитие и поддерживали всячески. То есть они просто помогали строить трассы? Нет, это было... Или это было ещё вообще до? Это было до. Это был 2009 год. Это, собственно, проводились... Испытания? Нет. Тогда про Олимпиаду ещё мало кто знал. То есть вот были такие люди, которые 30-40 лет в горнолыжном спорте. Они верили и поддерживали. И после, собственно, было решение по Олимпиаде, и вот началось формирование команды. А каким был Сочи вот в том 2009 году? Что вы увидели, когда вы туда приехали? Первый раз я увидела Сочи в 2011 году. И, собственно, ну, как бы познакомиться с людьми, люди набирали команду. Сказали, знаете, нужно вот для того, чтобы быть в Сочи на Олимпиаде, нужно получить судейскую степень по горным лыжам. Собственно, это как... Ну, это менеджер в спорте, и это, как я всем объясняю, это как вот сдать на права. То есть есть техническая и практическая часть. Вот. Ну, мне была поставлена цель, и я её достигла. В 2011 году были первые тестовые соревнования в Сочи, и, собственно, на тот момент горы казались маленькими, а проблемы существующие... Бардак больший. Да, которые нужно было решить огромными. И трудно было представить, что вот на этом месте, где даже не было гостиницы, не было розы хутор, будут какие-то массовые мероприятия. Потому что это были частные отели, куда размещали спортсменов, и они, собственно, ну, французы не очень понимали, почему их кормят вот такими пельменями, например. То есть на таком уровне решались вопросы. Это был Кубок Европы. В следующем году мы организовывали Кубок мира, это всё в рамках тестовых соревнований. Уже было две гостиницы. И то, что сейчас, в 2014 году, в прекрасном состоянии трассы под Сан-Конфиса, ну, как бы это проделана огромная работа. И, собственно, от непонимания людей, которые приехали, то есть, опять же, от вот этой веры... То есть, вот этот текст я написала... В 22 февраля мы провели последний спуск был, соревнование последнее у женщин. И, собственно, вот после этого я написала этот текст. И от непонимания, да, от того, что вообще... То есть, никто... Ну, вот те чувства, которые у вас были в 2011 году, когда вы приехали в Сочи, и те чувства, которые у вас были 22 февраля по завершению соревнований, они носят диаметрально противоположный характер, ведь так? Да, я более того скажу, что я приехала 2 февраля 2014 года. И у меня было ощущение, что... Ну, то есть, были определенные трудности, и 2 февраля до официального открытия... Еще достраивали? Нет, не строили, то есть, было сложно. То есть, мы... Знаете, это как вот наша сборная по хоккее. То есть, у нас все хорошо, но... Но сыгранности нет. То шайбы не засчитали, то ворота. И вот, собственно, вот эти вот там всю свою жизнь, в которой я живу, то есть, вот получается так, что вот вроде все хорошо, все должно быть, но не происходит. И, собственно, когда мы подходили к большому ивенту, которым является Олимпиада, было такое же ощущение. Конечно, мы боялись, что... Вы верили? Вот в то, что оно состоится? Ведь были люди, которые не верили в то, что Олимпиада состоится. Вы верили? Я... Я верила. И, собственно, мне было... Но сомневалась, да? Я, конечно, сомневалась, потому что у меня не было опыта. Опыта проведения такого рода мероприятия, успешного в том числе. Да, у меня было ощущение, что вот моя страна требует от меня подвига, что вот я должна пройти через это. И когда было открытие, когда вся страна увидела, да, и все поверили, и я могу более того сказать, что очень много, ну, где-то 5-10 человек, это немного, ну, там, да, то есть это люди, которые нашли возможность и приехали в Сочи. Это какие люди? Ну, это мои приятели. То есть даже в вашем окружении нашлось не менее десятка человек, которые приехали для того, чтобы самим посмотреть на это действие. В любом случае, когда вы вот эту метаморфозу все переживали в себе, от начала игр или даже от стройки до окончания игр, какие были реальные ощущения? То есть что я имею в виду? Освещение в СМИ, оно было разным. Кто-то говорил о том, что все будет хорошо, кто-то говорил о том, что ничего не получится, кто-то выискивал лазейки каких-то грехов, недостроек, разбитых унитазов или половинчатых, или еще каких-то там проблемных мест. Ваши ощущения? Вы как переживали это все? Вот что вы видели? Так оно было? Вот освещение СМИ и реальная картинка совпадало? Знаете, вот есть такие картинки, где нанесены точки. Кто-то видит там, я не знаю, безобразное изображение, кто-то видит прекрасное, да? То есть это вот на что ты сам настроен. Понятно, что такого уровня проекта там, ну, это жизнь. То есть не нужно идеализировать, да, что вот должно быть все идеально. Но я человек, который судит по результату. А результат у нас какой? Мы первые по медальному зачет. И это самое главное. И это прощает очень многое. Я могу сказать про свои ощущения. Я была в Сочи в ноябре. Я, собственно, в рамках празднования своего дня рождения, да? Я поехала в горы. Мне нравится вроде хутор. И, собственно, вот на выходные я была там. А потом я была в декабре. И последнюю неделю до закрытия трасс я каталась и, собственно, была на кубке Первого канала по хоккею. И, собственно, и тогда я первый раз в декабре попала в Олимпийский парк со своей подругой, которая вот живет в Лондоне и работала на Лондонской Олимпиаде. И я прислушивалась к своим ощущениям и к тому, что говорила моя подруга. Моя подруга сказала, что, Надя, это Лондон. Это вот, зайдя в Олимпийский парк, это был Лондон. Уровень декабря. Да, но и все было хорошо. И я приехала в Москву и рассказала, что все хорошо, но наши проиграли. То есть, если бы выиграли, это было бы... То было бы все хорошо. А тогда мы приехали, и как-то вот они там вообще, ну, сложно. И, то есть, зависит все. Если бы они выиграли, то, может быть, в декабре тоже не были открыты переходы. Мы шли там по стройке в хорошей обуви. Это мешало там. Какие-то там... Ну, опять же, да, это... Я понимаю, что эта стройка, это в рамках теста. То есть, в декабре проводились игры в рамках теста. И как посмотреть? И результат, да? Ну, вот как посмотреть? Вот с этим вопросом я хочу обратиться к нашей аудитории. Напомню, код города 495, телефон в студии 6510996. То есть, пожалуйста, звоните, если вы хотите задать вопрос Надежде или рассказать свое ощущение, впечатление от пребывания на Олимпийских играх в Сочи. Мы с удовольствием выслушаем ваше мнение. Надь, а где вы жили? Что ели? С кем дружили? Вообще, как для вас проходила Олимпиада вот такая, ваша личная? Моя личная Олимпиада. Мы жили в санатории СССР. Это санаторий «Две звезды» в Адлере. Работали в Розе Хутор в горах. Дорога занимала где-то полтора-два часа. Ну, как в Москве, довольно привычно. Ну, ожидания, собственно, то, когда я приехала, ожидания были, конечно, то есть я рассчитывала, что на Олимпиаду людей, которые вот став, которые будут организовывать, да, их поселят удобно, рядом. Вот. Этого не случилось. Я была расстроена. Собственно, отсюда появились ощущения подвига, да, что, ну, когда… Каждый день преодолевая расстояние, преодолевая какие-то неудобства. Плюс, опять же, был информационный фон относительно сумм затраченных. И, конечно, когда перекладываешь это на себя… О каких сумм речь идёт в вашем случае? В какую сумму выложились? Нет, нет. Я… У меня… Все мои, собственно, расходы, они были покрыты оргкомитетом. Просто, ну, общая, да, говорила, что вот на Олимпиаду потрачено очень много денег, и при этом люди, которые организовывают Олимпиаду, они живут в очень скромных условиях. Но я могу сказать, что когда первый раз я вышла на трассу, трасса была в прекрасном состоянии, мы провели первую официальную тренировку, то если раньше я расстраивалась из-за вот… Мне звонили друзья и говорили, Надя, а там правда в каждом отеле по два унитаза? Я говорю, я не знаю. То есть я очень расстраивалась относительно этих разговоров. То потом я просто улыбалась, потому что это не так важно. Здесь и мы, собственно, приехали, и волонтёры приехали, и все приехали для того, чтобы делать большое спортивное мероприятие. И важна была именно эта цель, чтобы это мероприятие получилось позитивным, получилось с итогом. Немножко ещё помучу вас по поводу денег. Вот я слышала такие рецензии после открытия. Ну теперь-то я понимаю, на что были потрачены такие сумачечие деньги в Сочи на Олимпиаде. Ваши ощущения совпадают с этим? То есть вот именно начало, именно открытие, весь этот масштаб, он дал какое-то объяснение предстоящему разговору? Ну я могу считать на уровне человека, который будет приезжать в Сочи отдыхать. Я делала такой анализ. А относительно финансовых затрат я не могу об этом судить. Я могу лишь опираться на мнение своих друзей, которые работали на других Олимпиадах. Они говорили, что здесь круче, чем в Лондоне, например. Или иностранцы все говорили про Ванковер, когда у нас очень компактное размещение всех объектов было. Это было удобно. По поводу финансовой составляющей, я буду говорить на своем уровне. Есть мнение, что в Сочи очень дорого. И мне повезло, я была в Австрии и вернулась, и через день улетела в Сочи. То есть все познается в сравнении? Да, и в Сочи... И в Сочи достаточно приемлемо и можно позволить любому среднестатистическому человеку. Мы прервемся на минутку для того, чтобы прослушать рекламу и вернемся в студию. И снова здравствуйте в студии Катерина Романова и моя гостья Надежда Четверкина. Надежда – волонтер, судья, игр в Сочи 2014. Девушка пережила метаморфозу и испытала чувство гордости за страну. Об этом, собственно, наш разговор. Я напомню, телефон студии 6510996, код города Москвы 495. Вы можете позвонить и спросить у Нади что-то интересное для вас или поделиться вашими впечатлениями от поездки на Олимпиаду. А мы продолжаем наш разговор. Вот с вашей стороны сравнение с любыми другими Олимпиадами, мнение подруги из Лондона, которая видела своими глазами Олимпиаду там, мнение иностранных гостей, которые говорили, что Ванкувер не в счет, не в сравнении с нашей Олимпиадой. Вот жизнь волонтера там, мне эту сторону хотелось бы у вас узнать, потому как ваш путь начинался именно с этого. Она какая? Как эти люди воспринимали этот процесс? Ну, все зависит от мотивации человека, который туда приехал. Там было, насколько мне известно, 25 тысяч волонтеров, и понятно, что среди этого количества людей были разные люди, разные мотивации. Опять же, встречались ситуации, когда человек приезжал, и он рассчитывал, что ему дадут билеты на соревнования, что он просто приедет и посмотрит Олимпиаду. Он не был настроен на работу. И соответствующий фидбэк мы получали от таких людей были. Я была очень расстроена в BBC, прочитав статью, где был сплошной негатив от русского волонтера. Ну, все понятно, но ссоры из избы как-то не выносятся. Вот были такие ощущения, да? А были люди, которые приехали действительно работать, им было интересно. Но ведь это же сложная работа. Это постоянно быть в тонусе, постоянно оказывать какую-то помощь, поддержку тем людям, которые приезжают, ориентировать их в пространстве. Что вообще включает работу на такого рода мероприятия, да, в основном? Это вот перенаправление куда-то, да, передача информации о том, где, что и как можно найти. Причем это многообразие языка, многообразие личностей со своими эмоциями, со своими реакциями. Это все откладывает отпечаток на эту работу. Ну вот с точки зрения выбора этого вида деятельности, что должен знать человек, к чему он должен быть готов, например, для таких мероприятий. Наверное, это опыт причастности и умение отдавать, да, потому что волонтеры — это прежде всего отдать часть своего времени и желание помочь. Но на Олимпиаде царила очень хорошая атмосфера, очень позитивно все было, и, ну, там, волонтеры желали хорошего дня. То есть они создавали эту атмосферу. То есть они все-таки образовали там со временем от начала, образовали некие комьюнити, которые помогали им сплотиться, помогали им организоваться и работать эффективно в своей задаче. Были ли какие-то мероприятия вечерние, может быть, или ночные, не знаю, какой-то отдых для людей, кто работал на Олимпиаде? Как ваша жизнь строилась? Или это была круглосуточная работа? Ну, смотрите, это работа прежде всего. И там я вставала, и мои коллеги вставали в 5 утра, потому что мы в 7.45 не должны были быть уже в финишной зоне на, соответственно, горе. И у волонтеров также были посменные рабочие дни. Поэтому прежде всего это работа, большая нагрузка. Но понятно, что мы хотели, то есть постоянно на Олимпиаде что-то происходит, хочется быть к этому причастным. У волонтеров был вход неограниченный в парк олимпийский, соответственно. То есть в свободное время можно было посмотреть на любые соревнования. Либо также можно было купить билеты, вот, собственно, что я и делала, на те соревнования, которые интересны и которые вписываются в твой график. Какие это были соревнования для вас? Я была на прыжках с трамплина у женщин, поскольку это новая дисциплина, впервые была введена. Я была на фигурном катании, заболела и не попала на скелетон, и подарила своему другу, ну, коллеге этот билет. Собственно, Олимпиады целой жизнью. Всё, абсолютно. То есть вы успели? Была на закрытии, была... Превратиться в бабочку, успели загордиться за страну, успели поболеть, успели поработать, успели попасть в судейский комитет, вот что забавно. Да, потом была также и культурная Олимпиада, которую Юрий Башмент организовывал. Я была на Евгении Анигине, в его авторской версии. Была репетиция, церемония открытия, и там были волонтёры. Собственно, я так понимаю, что это было сделано специально для тех, кто организовывает Олимпиаду. На Олимпиаде появляется определённая зависимость от эмоций, от происходящего, потому что в каждую минуту что-то происходит. Что-то происходит важное, и ты понимаешь, что это всё закончится 23 февраля. И невозможно допустить, чтобы это что-то происходило без твоего участия. Такое ощущение? Хочется максимально, да. И люди, которые организовывают и специализируются на организации Олимпиад и такого уровня мероприятий, они говорят, что появляется зависимость. И то есть, допустим, там, которые бродкастеры, ОБС-компания, которые эфир организуют, они все наркоманы. То есть, единожды ты попадаешь в эту систему, и ты уже зависишь от этих эмоций. Ну, там, москвичам проще, потому что мы возвращаемся в этот ритм, и мы продолжаем в этом ритме жить. Вот, на Олимпиаде постоянно что-то происходит. Всё зависит от человека, насколько он привык и хочет узнавать, понимать, видеть, бегать и так далее. Ну, вот общая атмосфера какая была? На трибунах нам показывали. Все за Россию, все с флагами, все с формой. И с настроением, с какими-то кричалками, вот на подъёме эмоциональном. Когда это происходило всё в парке, за пределами трибун или ледовых арен, за пределами трассы, когда люди там переходили с места на место, какая была атмосфера? Какой был формат общения между людьми? Ну, я удивлена, но СМИ отображали очень... Малую? Нет, наоборот. То есть вот удивительно, что я даже ожидала, что это будут какие-то такие репортажи агитационные, к которым мы привыкли. А здесь действительно, ну, очень всё явно отображалось, рассказывалось. Ну, вот и сейчас люди, которые, собственно, остались на Паралимпиаду, они говорят, что это такой вот мини-мир, в котором вот такая идеальная Россия. То есть все говорят вот фраза, да, трудно поверить, что это происходит в России. Настолько всё хорошо. Да, но опять же там все понимают, то есть насколько устойчиво, да, вот это вот состояние будет, что понятно, что это вот Олимпиада, какая-то такая химия, да, и что это после уйдёт. Но самое главное, что мы запомнили это состояние внутреннее, мы будем с ним жить, да, что оно возможно. Вот в таком микромире всего лишь там 17 дней, но мы запомним, что мы можем так. И не страшно подойти, ну, то есть, с одной стороны, у нас, у меня, допустим, нет опыта общения, общения с властью мощами, там, с полицейским, да, но потом я вспоминаю, что нет, это моя Олимпиада, это моя страна. Я подхожу, задаю вопросы. У меня были вопросы относительно свободной среды для инвалидов, поскольку я связана с благотворительностью, помощь людям, да, то есть, везде на экранах заявляется, что... Есть доступность, да. Доступная среда, да. Но также я заметила, что стоят системы, и они не работают подъёмники для инвалидов, там просто нет кнопки. И, проходя улицу, собственно, я остановилась, обратила внимание, а после думаю, ну, как же эта система работает, мне интересно. И рядом стал полицейский, я не сразу подошла, потом вернула, задала вопрос. И мне очень вежливо ответили, что, знаете, никак не работает. Возможно, к Паралимпиаде заработает. И я в тот момент поняла, что я должна быть на Паралимпиаде. И я купила билеты с 8 по 10 марта, и лечу туда уже, во-первых, я хочу маме показать город, а во-вторых, я хочу действительно посмотреть город со свободной средой. То есть ваша история участия в Олимпиаде побудила вас к тому, чтобы вернуться туда и ещё кого-то вовлечь в эту историю. Раз уж мы заговорили о благотворительности, вот та деятельность, которую вы осуществляете в этой сфере, её возможно как-то перенести туда? Можно ли отвести группы или одного человека, которому можно было бы показать город, показать страссы, показать возможности? Ну, это непосредственно связанная история с помощью людям, инвалидам, потому что это широкое освещение, и наша проблема, проблема общества, неготовность нас, обычных людей, впускать в свою жизнь и инвалидов. Ну вот, кроме формата пара Олимпиады, который специально выделен до этой среды. Вот в обычной среде инвалиды чувствовали бы себя комфортно? Или всё-таки мы ещё не пришли к тому уровню, когда такого рода мероприятия способствуют участию людей с ограниченными возможностями? Ну вот, собственно, в Сочи выстроены трибуны, но там не было инвалидов на них, и я поняла, что я хочу сама попасть. То есть в теории я всё понимаю, да, а практика — это, опять же, первое такое крупное мероприятие, которое мы делаем для того, чтобы осветить эту проблему. А в теории почему? Не успели? Ну, потому что инвалидов среди нас нет. Потому что сами эти люди не едут. Нет, потому что они изолированы, для них не созданы условия, чтобы они были рядом с нами. То есть в ресторане, на улице, на стадионах они просто добраться туда не могут. И такая проблема существует и в Сочи, там тоже нету этого... Нет, в Сочи поставлена задача решить эту проблему, и, собственно, я вот хочу поехать и посмотреть, как это будет реализовано. То есть финальный результат. Ну, хорошо. Всё-таки вернёмся к вашей работе. В Оргкомитет Сочи 2014 как можно попасть? Что для этого нужно сделать? Кем быть? Нужно ли быть спортсменом? Что это за конструкция? Ну, я попала на этапе формирования команды. Сейчас, опять же, Оргкомитет создавался для конкретной... То есть, ну, очень сложно сказать, поскольку я в этой системе давно. Ну, Ваша, вы про себя говорите. Вот я пришла, меня позвали, я пришла, мне сказали, что я должна получить какую-то квалификацию, какую-то чего-то степень, как-то обучиться. Вот весь этот процесс, он сколько времени занимал? Ну, вот все вот эти подробности, они нам очень интересны. Это был в процессе. Собственно, нужен был такой переговорщик между иностранными экспертами, которые приезжали организовывать, потому что, собственно, Олимпиады организовывают не только российская сторона, да, то есть, допустим, там, Тайминг — это швейцарцы Омега, там, ФИС, ну, это много-много-много организаций. И, там, Оргкомитет с нашей стороны Федерации. Нужен был переговор с человеком, который умеет вот выстраивать эту коммуникацию. Второй момент — это работа со СМИ, да, потому что на тот момент, ну, тоже непонятно был механизм, поскольку опыта не было. Нужен был просто менеджер, в моем случае, поэтому... Но вы имеете какое-то отношение к судейству или только коммуникация? Судейство в горных лыжах, судейство — это менеджмент, поскольку результат — это время. То есть, кто быстрее, там пройдет трассу технично, да. Есть много-много служб, которые там отвечают, там, инспекция, ну, там, технические моменты. Вот. То есть, ваша работа была только в фиксации каких-то там процессов технических, да? Чтобы, чтобы, собственно, было соответствие... Общим правилам, которые были выработаны для Олимпиады. Ну, хорошо. Общение со спортсменами было? Вот с лыжниками или с кем-то еще другим? Какие это люди? Непосредственно было общение в 2012 году на Кубке мира, когда было всего две гостиницы, и мы, организаторы, жили вместе со спортсменами. На Олимпиаде спортсмены жили в Олимпийской деревне, и они были труднодоступны для организаторов. А на Кубке мира все было, да? То есть, мы жили в одной гостинице, завтракали вместе. У меня так получилась история знакомства с Боди Миллером. Это четырехкратный олимпийский чемпион. И у меня была возможность задать вопрос по поводу трассы. Меня действительно этот вопрос интересовал, поскольку на Розе Хутор... Ну, собственно, вот трасса скоростного спуска, она первая и единственная трасса в нашей стране. И в 2012 году мы проводили первое соревнование вообще за историю нашей страны, подобного рода соревнований, потому что не было просто трассы. И мне, конечно, было интересно, как он оценивает и нравится ли ему. Потому что, опять же, в СМИ были разные мнения. Тогда Боди сказал, что трасса ему сложная, но интересная. Ну, это такой дипломатический выход. Да. Тем не менее, вот этот дождь, который шёл в начале Олимпиады, вот эти истории про якобы подготовленный где-то в кубах сложенный снег, который... Ну, снег действительно был подготовлен. ...выжат в случае чего. Вот эта вся конструкция, она влияла на отношения и спортсменов, и гостей Олимпиады? Ну, трасса была в идеальном состоянии. И просто для нас... Снареканий не было ни с каких сторон. У ФИСа не было. То есть был вопрос, когда... Когда в Сочи плюс 20, то понятно, что были разные слухи, и там говорили, трава на трассе и так далее. Нет. То есть, ну, и ФИС давал комментарий, что... То есть Федерация международная по горнолыжному спорту говорила, что трасса в идеальном очень хорошем состоянии. Ну, это официальная история. А то, что вы видели своими глазами? Я это подтверждаю. Подтверждаете. А вот те падения спортсменов, они были связаны с погодными условиями, с изменениями покрытия трассы? Или вообще с чем? Или со сложностью трассы? Поскольку уж вы участвовали. Трасса просто, она сложная. Просто сложная трасса. А покрытие... Ну, есть технологии, при которых сохраняется трасса. Хорошо, Надюш. Вот буквально коротко. Про зависимость еще. Олимпийские игры как новый вид зависимости. Вы поедете в Корею в 2018 году? Да, я хочу. Но я хочу уже туда поехать просто как зритель. Вы не хотите участвовать в организации? У меня есть уже опыт организации. Но я хочу именно насладиться этим праздником в полной мере. Потому что это, конечно, огромная работа. И за этой работой не видно всего фестиваля. То есть такой не совсем отдыхательный, но все-таки истории, возражающие эмоционально, когда ты не связан с какими-то рамками движения. Ну, достаточно сложно, потому что просто вписаться в график. Потому что, например, у нас вначале были соревнования, и мы две недели были без выходных. А посмотреть хочется. Соответственно, ты спишь по четыре часа, и с этим связано, что я заболела. Мы продолжим через минуту. И снова здравствуйте в студии Екатерина Романова и моя гостья Надежда Четверкина. Надя волонтер, судья и патриот игр в Сочи 2014. Патриотизм она испытала впервые в своей жизни в полной мере, полной грудью. И рассказывала нам уже, как гордилась тем, что русская, и гордилась тем, что эта Олимпиада проходит в нашей стране. Так ли? Вы знаете, патриотизм, он такой приобретённый. То есть, если мы раньше, и я раньше жила, и смотрела на то, что я могу сделать, да, это сейчас я понимаю. То есть, опять же, то, что мы уже говорили относительно объединения, да, и вот этого чувства, которое дало нам это мероприятие Олимпиады, да, что вот этот микромир, который мы запомнили. Вот. Я так осторожно ещё говорю по поводу патриота, но да. Ну, испытали же. А вот история, которая внутри этой организации, внутри этого мероприятия могла поддерживать ваше чувство патриотизма. Это маленькие атрибуты Сочи, значки, флажки, дуделки, одежда, игрушки. Всё вот это, какую создавала помощь? Знаете, я тоже, поскольку у нас никогда не проводились такие мероприятия, ну, за мою жизнь, да, моя подруга, которая была, я работала в Лондоне, она мне рассказала, что на Олимпиаде существует такая игра в значки. Я её спросила, Лена, что это такое? Она говорит, ну, вот люди приезжают и обмениваются значками. И наши люди, они очень тоже включились в это всё, скупили все значки и обменивались ими. А после... Они вешали их себе на... На аккредитации. На аккредитации паспорт болельщика. И, соответственно, складывается такая коммуникация, поскольку через значок человек рассказывает, что это за значок, какая у него история и так далее. Ты вот, ты можешь подойти к иностранцу и сказать, о, мне нравится, давай меняться. И, соответственно, вот это вот такая тоже игра, способная объединять людей. Это присуще всем Олимпиадам или это открытие Сочи? Нет-нет, это на всех Олимпиадах, просто мы про это не знали, потому что вот у нас не было Олимпиады. Не участвовали. И очень многие просили написать детям. Говорят, пожалуйста, чтобы дети запомнили и оказывать, я даже удивилась. Я уже взрослый человек, как-то скептически к этим вещам отношусь, но многие говорили о том, что это такая реликвия для нашей семьи. То есть все участники, спортсмены или приезжающие посмотреть, организаторы, неважно кто, все играют в эту игру, отправляют открытки из Сочи с видами, с олимпийскими логотипами, с какой-то атрибутикой, чтобы отнести кусочек, наверное, вот этого участия подальше. Тем, кому посылают. Я могу рассказать историю, как я пришла в медиа-центр, там есть отделение Почты России, и сотрудница, что неожиданно, Почты России, она, я говорю, а можно вот там сфотографировать и потом зачекиняться? Она говорит, она взяла открытку, она мне позировала, потому что она тоже понимает, насколько важны коммуникации. То есть все-таки атмосфера была такой, что вовлекались в нее даже суровые работники Почты России. Даже те, которые мы не думаем, что это возможно. Удивительно. Много ли иностранцев играло в такую игру, по вашим ощущениям, в обмен с значками, в отправку открыток? Видели ли вы, насколько эта игра распространяема в межнациональном пространстве? Ну, это международный, межнациональный, то есть это правила Олимпийских игр, и, скорее всего, эту игру принесли иностранцы, и они более открыты, нежели... А мы очень быстро всему учимся, скупили все значки, и когда ты приходил уже там под конец, приходишь и говоришь, дай эти значки. Они говорят, нет, у нас уже нет и не будет. Ну, Надюша, а все-таки вот это вот ощущение пребывания в этой атмосфере, оно какую жизненную точку оставляет? Дает ли оно какой-то старт каким-то идеям? Дает ли оно какой-то старт каким-то движениям для вас? Это в чем жажда жизни Олимпиады? Вот это я хочу сказать. Ну, конечно же, это понимание цели, то есть если ты ставишь себе цель, и... То есть это испытание? Ты к ней идешь, и случаются, да, это испытание, случаются разные ситуации, то есть, например, как 2 февраля я хотела все бросить и уехать, да, и, допустим, там, 23 февраля закрытие, да, и точка, когда я возвращаюсь в Сочи, 8-10 марта уже не одна. И это путь. И кто бы мог... Моя мама, мне кажется, до сих пор не понимает, как это вообще возможно, да, когда 5 лет назад я не стояла на лыжах, а через 5 лет я стою на Олимпийской трассе. И я к этому действительно стремилась. Я хотела не просто работать в офисе, а я хотела стоять на Олимпийской трассе. И я к этому шла. И в этом плане, ну, моя история, она показательна через... То есть это какое-то неспокойствие души, нестабильность в обыденном текущем мире, это какая-то жажда приключений, жажда геройства, жажда чего-то, свершений каких-то, присутствия в подвиге или выхождения подвига. Это конструкция? Это конструкция, скорее всего, сопричастности к чему-то. То есть небезразличие, попытка помочь. И второй момент, в спорте, опять же, да, есть конечный результат, ты его достигаешь. Ну, ваше участие, оно влияло каким-то образом на этот результат? Вот участие каждого, кто был в Сочи в разных ролях, оно каким-то образом влияло? Есть понимание того, что ты сделал вот этими руками каждый вклад, каждый человек, который был, да, и вклад он отдавал, да? Я правильно понимаю, что вот вы были организатором на лыжной трассе, вы приехали, вы отработали этот элемент, и вы сделали что-то, что в итоге можно воспринять, как я сделал Олимпиаду в Сочи. Приехал волонтер, постоял, покоммуницировал, отправил людей направо-налево, и у него внутри возникло ощущение, что я сделал Олимпиаду в Сочи. Приехал спортсмен, выиграл, не выиграл, продвинулся в своем личном зачете, я что-то сделал, чтобы сделать эту Олимпиаду, да? И в общем смысле вот это вот атмосферное ощущение и участие каждого переросло в то, что мы победили, мы сделали это и в общую такую национальную феерию. Это звенья одной цепи, плюс мы большая страна, мы действительно соскучились по большим мероприятиям, и состояние, почему люди плакали, потому что когда на пьедестале стоят три спортсмена из России и играют русский гимн, и флаги России, люди вставали и действительно пели гимн, и говорили Россия, и с трибун доносилось спасибо. А когда Норвегия три пьедестала занимала, какое было ощущение в зале? Другое ощущение. Другое, я просто не вспомню это ощущение, то есть мы все ждали, мы все знали, что сейчас выйдут наши ребята следующими. А остальное неважно, все русские ждали русские медали, их было 33, их было большинство, поэтому общая атмосфера все равно оставалась такой громадной. Каким-то образом повлияла на вашу жизнь деятельность до Олимпиады, вот этот выбор поездки в Сочи, как это связано между собой, ваша работа в благотворительном фонде «Жизнь как чудо», например? На тот момент, опять же, это история про от непонимания к пониманию, к финальному результату. На тот момент, в 2011 году, это была история про... Мне хотелось попасть в то место, которое объединяет много-много людей из России, из разных-разных уголков России. Мне хотелось понять, что такое Россия, потому что я знаю, я живу в Москве, жила в Пиццере, но про другую Россию я ничего не знаю. Вы родом из Литвы, это другая страна была. У многих у нас корни по всей России разбросаны, поэтому мы в сути своей многонациональной. В том периоде, когда мы были маленькими, и сейчас, когда страна собирается вновь, а это мероприятие собрало и все города России, и страны СНГ, бывшие в нашей республике социалистические, вот это ощущение, эта атмосфера давала чувство объединения, мощности каких-то вот серьезных связей между людьми? На Олимпиаде да, то есть вот мы почувствовали, а до этого была просто работа, мы приезжали, у каждого была разная мотивация, опять же, да, из-за того, что... Вот ваша такая мотивация? Преодолеть себя, достичь, получить какой-то статус организатора игр, встать на Олимпийскую трассу или просто сделать какое-то полезное дело? Вот какая ваша была мотивация? Мне было интересно увидеть разных людей, мне хотелось понять, в какой стране я живу, потому что мне кажется, что Питер и Москва, они отличаются от регионов, и у меня такой возможности не было, другой. А там приезжала, и мне приходилось взаимодействовать где-то 300-400 человек организаторов, и это был новый для меня опыт. Плюс благотворительность связана с постоянными проблемами, то есть дети всегда болеют. А лыжи, горы, для меня это был эмоциональный выход, и финальный результат. То есть в предыдущей работе вы постоянно сталкивались с болезнью, с каким-то недомоганием, а здесь спортивный образ жизни, здоровый образ жизни, другая сторона медали. Это даёт вам подпитку? Да, это выход, эмоциональный выход. Сейчас, вернувшись обратно в свою благотворительную деятельность, вы себя ощущаете иначе? Вы будете продолжать делать то, что вы делали до Сочи? Сочи как-то изменили вас? Ну, основной результат, конечно, того, что я поверила в свою страну. То есть если я раньше предполагала, то, ну, просто вот за 30 лет моей жизни не было такого большого события, когда я действительно знала, и были реальные доказательства того, что вот я живу в большой стране. Это то, с чего мы начали, стоит цитата. Это вот это очень важное ощущение. Потом это ощущение, что моё поколение сделало. То есть я горжусь не тем, что сделали мои родители, а уже я сделала. Это для меня это этот результат. Относительно спорта, собственно, это внутреннее, что я могу ставить цели и их достигать. И всем другим могу рассказать, что вот есть невозможные какие-то вещи. Это было трудно представить в 2009 году девушку, которая никогда не стояла на лыжах. И в 2014 олимпиаде. Я могу сказать, что вот это возможно. Нужно просто поставить цели и к ней идти, верить. И неважно, в каком состоянии души и тела ты находишься. Через болезни, через неудачи, через какие-то барьеры всё равно можно пройти и добиться своей цели. В этом смысл жажды. Спорт в этом плане очень помогает, потому что ты понимаешь конечный результат. И ты строишь свою жизнь, ориентируясь на будущее. Ориентируясь на то, что мне нужно, какие качества и как мне нужно перестроить жизнь свою. То есть я каждый год с 2011 года знала, что в феврале Сочи. Я знала, что до Сочи я должна поехать в Большие горы, в Альпы тренироваться с тренером. И я выстраивала свою жизнь, исходя из февраля 2014 года. И моя жизнь менялась. Я не ориентировалась на какие-то свои предыдущие опыты или на мнение моих родителей. То есть у меня не было вообще, если бы я ориентировалась на зад, у меня не было никаких шансов. У меня не было горнолыжного костюма, понимаете? Как я могла стать на лыжи? Ну, в общем, под девизом олимпийским, да, как он звучит? Быстрее, выше, сильнее? Под тем девизом, который мы сами себе строим, и за той целью, куда идем, можно добиться великих результатов. И неважно, чем ты занимаешься. Волонтерством ли в мероприятиях, спортивной карьерой на больших соревнованиях, или благотворительностью и помощью тем, кто в ней нуждается. В любом случае от целеполагания зависит и результат. И ваш путь — это прямое доказательство того, что вы с этим справились, и вы получили такой бесценный опыт. Да, Надежда? Да, спасибо вам. Надежда Четверкина, волонтер и судья «Игр в Сочи-2014», была в нашей программе «Жажда жизни». А еще я хочу вам сказать, что сегодня мне выдалась удивительная роль выпустить в эфир в последний раз программу информационного содержания на радиостанции «Финам-ФМ». Потому что эта радиостанция на той же частоте 99,6 приобретает новую жизнь, новое название. С нуля часов мы будем называться «Столица-ФМ». Новую музыкальную концепцию. Мы расширяем свои горизонты и нашу аудиторию. И новое будущее, в котором всем нам предстоит жить, плодотворно трудиться, испытывать новые эмоции, ставить новые цели, уходить далеко за горизонт, развергать потолки и много еще чего, что мы можем с вами сотворить вместе. Потому как мы по-прежнему остаемся командой редакционной, мы по-прежнему ценим своих ведущих, которые являются экспертами, каждый в своей области. Мы ценим своих гостей, которые также являются экспертами и помогают нам создавать эти программы. Мы ценим свою аудиторию, очень ее любим и слышим, насколько она небезразлична, насколько она глубока и содержательна. И поэтому все наше будущее, которое мы вашими и нашими руками постараемся создать, это наша новая, абсолютно перспективная и позитивная с вами жизнь. Засим, Жажда Жизни и Финам.ФМ прощается с вами. Всего доброго.